Вчера мы обсуждали историю с тем, что он обратился за помощью, да, к деятелям культуры, значит, шоу-бизнеса, которые должны были взять на себя часть ответственности за то, каким должен быть наш современный российский полицейский. И вчера опять появилось сообщение, вот, пожалуйста, Нургалиев решает важные проблемы, хочет вернуть детям советские мультфильмы. Мы пока сегодня определились именно с вопросом к вам. Давайте вот сначала с сообщением познакомимся. Глава МВД призывает чаще показывать советские мультфильмы, которые, как он считает, будут способствовать нравственному развитию российских детей. Дословно. Надо вернуть наши мультики, надо вернуть тех персонажей, тех героев, на которых воспитывались целые поколения детей в нашем государстве, заявил Нургалиев, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации по концепции формирования нацплана действий в интересах детей. Он призвал не копировать зарубежные модели и подчеркнул, что Россия является особой страной с серьезными ценностями и добротой, которых нет в других странах. Я считаю, что наступил тот момент, когда надо вернуть все на свои места, сказал министр. С его словами согласился и уполномоченный по правам человека Павел Астахов. По его словам, российским детям нет необходимости воспитываться на примере, допустим, Гарри Поттера. И опять же, прямая речь, при всем уважении к Гарри Поттеру, у нас есть свои герои. Наш герой Иван Царевич, сказал Астахов. Ну и дальше еще большое количество предложений по национальной политике в области детей. Я уж не знаю, честно говоря, каким образом сформулировать вопрос, но мне кажется, правильным было бы спросить наших слушателей, наших друзей, как они думают, имеет ли такая точка зрения право на существование. Потому что такое ощущение, что в последнее время мы все больше и больше пытаемся закрыться каким-то образом от внешнего мира. Более того, я уж не знаю, чем не угодил тот же Гарри Поттер, господину Астахову. И каким образом они собираются вернуть в 21 век героев советских мультфильмов, которые были нарисованы, допустим, в 70-80-х годах. И почему столько претензий именно к героям иностранного, в кавычках производства, к тому же Гарри Поттеру. Ну я не знаю, на чем... Давайте спросим, кстати, в чем почта. Во-первых, первый вопрос. Что сейчас смотрят ваши дети ради интереса? На чем они формируются? На чем они... как они формируются? Значит, что они читают? Вот давайте, последний мультфильм, который ребенок посмотрел. Последняя детская книжка, которую он прочитал. Давайте так, наверное. И фильм. Фильм, который он посмотрел. Да, и вот как вы относитесь к заявлениям министра внутренних дел, да, и у нашего полномоченного по правам человека? 728-7171, наш телефон в студии. 5533 со слова «Маяк» смс-сообщение. Пожалуйста, присылайте, и если нет возможности, мы вам перезвоним сами. Да, у нас, по-моему, звонок уже есть, товарищи, да? Здрасте. Алло. Да, здрасте. Алексей Рустам. Здрасте. Вас как зовут? Витус, да. Меня зовут Анатолий. Анатолий, а сколько вам лет, где вы работаете? 28, Москва, Банк. Банк. Хорошо, хорошо, значит, да, у вас хорошие фильмы, значит, дети смотрят, дорогие. Ну, расскажите нам, что в последнее время ваш ребенок читал, что вы ему показывали, смотрел фильм, мультфильм? Я ребенку в настоящий момент только годик, смотрит он, ладно, смотрит российские мультфильмы, там, как бы, ну, так, на самом деле, еще пока без особого понимания, вот, но, в принципе, я не вижу ничего страшного, если по мере взросления она будет смотреть и мультфильмы, там, известные корпорации американской, то есть, как бы, главное, чтобы в них не было, жестокости и насилия, да, другой вопрос, что каким образом это влияет на ситуацию, когда само общество по себе озлоблено и неадекватно, вот, здесь не совсем понимаю, да и вообще, в целом, мне напоминает поведение нашего уважаемого министра, поведение Ужана Сковородки, как бы, все его предложения, они каждый день, все интереснее и интереснее, в кавычках. Ну, ребят, да, спасибо вам, да, действительно, все интереснее и интереснее. После новостей, середины часа новостей спорта продолжим, 5533 со словом «Маяк», пожалуйста, присылайте свои сообщения, что читают, что смотрят ваши дети и как вы относитесь к новой инициативе главы Министерства внутренних дел. Утреннее шоу, программа «П», да, Рустам Вакидов, товарищ инвалид, Алексей Веселкин. Без Сергея Стилуана, который выбил, да, из температуры. Свалила, свалила, слона свалили, все. В следующем часе премьера субтитры, несмотря на это, будет у вас возможность получить от нас пригласительные билеты на творческий вечер Андрея Макаревича в рамках проекта «Классики», который состоится 7 апреля, и призы от создателей фильма «Шпион». Да, это все после 9 часов утра, после половины десятого в кинолюбах посмотрели мы фильм «Граффити». Да, возвращаемся к истории, оттолкнулись мы от новости, которая появилась вчера на лентах агентств. Глава МВД Рашид Нургалиев призывает чаще показывать советские мультфильмы, которые, как он считает, будут способствовать нравственному развитию российских детей. Буквально, вот еще раз повторю его дословно фразу, я считаю, что наступил тот момент, когда надо вернуть все на свои места, он призвал не копировать зарубежные модели, подчеркнул, что Россия является особой страной, серьезными ценностями, и надо вернуть наши мультфильмы на наши экраны, тех персонажей, тех героев, на которых воспитывались целое поколение детей в нашем государстве. Астахов согласился с ним и сказал, что при всем уважении Гарри Поттеру, наш герой Иван Царевич. Мы вас спрашиваем, что смотрят сейчас ваши дети, что они читают, какой последний мультфильм, какой фильм, и как вы относитесь вот к этой инициативе. И кто наш герой, кстати, говорил. И кто наш герой, тоже прекрасно. Вот кто наш герой, вот герой из Запада, это Гарри Поттер, понятно. 5533 со словом «Маяк» в ваше смс-сообщение, и 728-7171, наш эфирный телефон, пожалуйста, звоните. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, как вас зовут? Меня зовут Кирилл. Сколько лет вам, Кирилл? 27 лет. Из Москвы? Нет, Хабаровск. Так, Хабаровск, а чем занимаетесь в жизни, Кирилл? Адвокат. Хорошо, есть ли дети у тебя, Кирилл? Ну, у меня есть очень дорогой, любимый сын моего родного брата, ему 5 лет, Михаил. Так, что смотрит, чем... Смочуете, да. Ну, если можно, я буквально постараюсь уложиться в полминуты. Давайте. Значит, смотрит он, как, впрочем, и все дети, все, что включат ему его родители. А особо нравится, может быть, Симаша и Медведи, но вопрос, может быть, даже не в том. Такая вот легкая реплика относительно Рашида Нургалиева. В его ведомстве такие мультики, что, я думаю, ему такие комментарии неуместно вообще давать относительно тому, как воспитывать молодежь. Так, скорее кино. Понятно, да, да. У него документальное кино. У него все жанры представлены, кстати. Хоть до цирка. Все жанры. Даже трейлер. Вот, относительно, значит, моральных мультиков, в чем я согласен, что нужно показывать российские, советские мультики. На Медведи вот решил вспомнить свою молодость, что я смотрел. Ну, месяца еще не прошло с того момента. Я вспомнил несколько мультиков, где-то сказал по персонажам. В общем, я понял, что в современных мультиках и российских, и зарубежных нет морали. Морали доброй, абсолютно понятной. Это первый момент. Второй момент. У нас мультики смотрят сейчас не для того, чтобы получить какой-то урок для ребенка, дать ему какую-то информацию, а для того, чтобы занять все свободное его время. Самому сидеть в том же компьютере, там, общаться с подругой, либо там, лазить в интернете, занять свободное время ребенка. Ребенок тратит свободное время, не мешает родителям, сидит, смотрит телевизор. Тогда как в это время он должен получать информацию. Ну, к примеру, мультик про «Не хочу хоть такой» был, очень хороший мультик, где мальчик заснул, ему приснился страшный сон. Да, мальчик, который все, очень ленивый мальчик, он заснул, ему приснился очень страшный сон, где господин Нехачуха был очень жирный, некрасивый. Да, и он проснулся, значит, и начал помогать бабушке. Вот, мало того, мультик нужно смотреть с ребенком. Ему нужно объяснять, что это вот, вот она мораль. Нехачуха, да, это про противный. А скажите, скажите такой, все-таки, кто герой наш? Вот мы начнем делать мультфильмы. О ком? Иван Дурак. Да, герой, да, давайте создадим героя нового. Можно создать героя нового. Они создали, они создали, пожалуйста, посмотрите, Лунтик, и вот, ну это же за грани, мне кажется, находится добра и зла. Да, вот Маша, Маша, из последних, как мне кажется, самый яркий, вот Маша и Медведь. Да, потому что это, вот я сказал, абсолютно наша, вот это точно, абсолютно наша история. Мы понимаем, кто такой Медведь, и достаточно он добрый. Спасибо большое, Кирилл, спасибо вам огромное. Слушайте, ну тут ведь вопрос в чем, что, действительно, у нас же свои есть герои, и когда к этому апеллируют героям, вот он есть герой. А как вот этот, Иван Дурак, действительно, ну что про него? Нет, ну и самое главное, какую мораль можно, да? Иван Дурак. Он же положительный герой в этом плане, да? Как бы должен быть. Он должен быть. А с другой стороны, уже в самом, ну, имени этого героя, да, закладывается, ну какой-то противоречий сразу же. Конечно, мало того, скажу, смотрите, я ведь по поводу сказок часто думал, почему мы такие, смотри. Кошелек самотряс, то есть поотряс ничего нет. В первый раз слышу эту сказку. Да не сказка это, такие есть вещи там. То есть тряси деньги. В первый раз. Деньги тряси, ну неважно, я буду инвалид, вы помните же, да? Кошелек самотряс. Скатерть самобранка, знаете, что такое? Мы воспитывались с вами. Да послушайте, я серьезные вещи говорю. Скатерть самобранка знаю, да. Значит, ничего не надо, готовить, развернул это. Лень, лень. Двое из ларца одинаковых с лица, они за тебя все делают. По щучьему велению. По щучьему велению. Где халява? Щука, давай мне, это, печка, которая ходит. Ходит сама. Понимаешь, один, значит, крендель сидит в дереве, свистит так, что у Ивана Царевича и у всех, знаете, вырываются зубы. А все другие герои, которые были нам навязаны в той же школе, допустим, Красная Шапочка, да, или Буратино, по сути дела, говоря, являются не нашими героями, да, а всего лишь, ну, такой, российской реинкарнацией зарубежного творчества. Чебурашка вот наш герой, понимаешь? Вот, да, Чебурашка. Вот Чебурашка наш герой. И Гена прекрасный там. Гена даже, да. То есть, вот история дружбы двух непохожих животных. Потому что так легко, абсолютно точно, животных, да, да. Потому что так легко сказать, давайте нашего героя. Ну, вот кто герой, действительно. 728-7171, номер нашего эфирного телефона, 5533 со словом «Майак», ваше смс-сообщение, вот прекрасное, сообщение из Воронежской области. У товарища маленький сын расцарапал ножницами экран дорогого телевизора, когда там показывали Лунтика. Ну, вот в отношении Лунтика, ну, мое мнение, ну, конечно же, это, ну, вот надо запретить этот мультик. Это полнометражная версия. Трех стаканов. Я посмотрю, кстати, начало. Дел, именно вот такой вот он, милиционер-то, полицейский должен быть. Ну, он дядя Степа. Спортивный, высокий, спасает людей. Спасает людей, да. Они на ГТО на груди у него, больше не знаем о нем ничего. Они балуются бутылками. Да, давайте послушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ну, прекрасная девушка. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Ну, и вы мама, Наташа, я правильно понимаю? Ну, не мама, а скорее тетя. Тетя, хорошо. Что смотрят племянники? У меня племянница, 9 лет, вот в этом году будет 10, да. Воспитываемся большой семьей, скажем так, с помощью бабушек, с помощью мамы, меня. Раньше смотрела только диснеевские мультики. Никаким макаром ее нельзя было заставить посмотреть даже Чебурашку. Вот. Сейчас, слава богу, вкусы ребенка меняются. Причем, ну, я не могу сказать, кто на это в большей степени воздействует. Может, ребенок взрослеет, может быть, еще что-то. Киев научный фильм. Это наш фаворит сейчас. Это «Остров сокровищ», это «Приключения капитана» Врунгеля. И, да, и Врангеля. Врунгель. 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 Врунгель это плохой герой, а Врунгель наш. Ну как? Сейчас поменялось. Поменялось, поменялось, да. Единственное, что по поводу героев современных наших мультиков, на самом деле, не столь важно, кто будет героем, важно, очень важно качество нашей отечественной мультипликации. Мы недавно ходили с племянницей на экскурсию в «Союзмультфильм», да, который находится в центре города. Это очень страшно. Это безумно страшно, я чуть не плакала. Мне тоже. Это какие-то маленькие пыльные комнатки, какие-то нищета, я не знаю, о каком развитии отечественной мультипликации можно говорить в таких условиях. Два года назад мы с ней ездили в Диснейленд, и там был музей студии Walt Disney. Я могу сказать, что, ну, не знаю, удастся ли нам когда-нибудь по качеству, конечно, догнать, перегнать, и стоит ли это делать. Мы можем выиграть за счет другого, да, тот же там простоквашина. Почему, может быть, качество мультипликации такое советское, да, с другой стороны, он очень добрый, он музыкальный. И вот за счет этого, мне кажется, у нас есть шанс приучить наших детей и воспитать вот в лучших традициях. Я согласен, кстати, насчет простоквашина, там все приятные люди. Бременский музыканты вспомнил, вот еще. Хорошая музыкальная история. Да, да, ну не важно, потому что там, хоть это в каком-то королевстве, явно там не Иван Дурак, но очень они, во-первых, девушка прекрасна в этой мини-юбке с распущенными волосами. Сексуальный подтекст нашли какой-то в мультиплике. И сексуальный подтекст, и подтекст музыкальный прекрасный, и парень в клишах, который ее забрал. Говорят, мы мягкие руки. Там офигенно, ребят, все драки, понимаешь? Вот смотри, ведь никто же не собирался делать никакой хит и никакого шедевра. Просто собрались талантливые люди и сделали... Работу. Да, а Анофриев, который, Олег Анофриев, вы знаете, почему он за всех спел? Потому что, когда пришли на запись, половина артистов что-то получила, не пришло. Он говорит, ну время, ну студия стоит, ну давайте делать что-то. И он за всех спел, и получился шедевр. Вот вам, пожалуйста, понимаешь? И никто не искал специально героя. А насчет союзмультфильма, сейчас я закончу мысль и все. Дело в том, что, конечно, может быть, давайте. А из чего давайте? У нас мощностей нету. Нет, ну вот то, что делает меньше, вот эта эпос трех богатырей, в принципе, это неплохо. Да, или квадрология, я уж не знаю, но это неплохо, это не самое дно. И в принципе, они там восстанавливают вот эти вот... Давайте еще звоночек возьмем. Здравствуйте. Доброе утро. Да, здравствуйте. Как зовут вас? Валерий. Валерий, сколько лет? Папа? И кто вы? 48, Москва. Так, хорошо, дети есть уже, но вы, наверное, уже совсем взрослые. Да, 12 лет. 12 лет, хорошо. Что смотрит, что читает, да, и как вот вы относитесь к тому, что у нас какой-то, собственно, особенный герой должен быть в стране? Да, вы знаете, я хочу сказать, что вот кто сейчас выпускает мультики, они явно издеваются над детьми. Это все равно так же, как Нургалеев издевается над взрослыми. Что вчера он затронул вопрос, что сегодня не этим он совсем занимается. Вот. И раньше мультики-то, они воспитывали ребенка, ну, в духе, я не знаю, патриотизма и так далее, да. Если, допустим, Вовка в тридевятом царстве, да, вот такой мультик был. Вот. Сначала хулиган, ничего не у меха, потом научился всему. То есть были мультики, да и взрослым интересно было смотреть. А сейчас абсолютно, вот правильно вы сказали насчет каких-то идиотов, я не знаю, как их назвать, но вот эти лунтики, спунтики, там, не поймешь, чего. Вот такое мнение моего. Слушайте, а кого вы запретили вообще вот? Вот ни в коем случае такого не должно быть вообще на экране. Борча. Ну, во-первых, сейчас, наверное, какого-то так называемой комиссии или какого-то ГОСТа, так сказать, чтобы выпустить мультик и посмотреть, можно ли детям давать. Не-не, вот лично вы, вот вы опытный человек, взрослый, кого сказали? Это, там, Вася, ты смотреть никогда в жизни не будешь, только через мой труп. Вот кто такой? Ну, какие мультики? Вот герой, да, мультик. А, который наш, наш герой? Ну, почему наш? Да безра, и иностранный, пожалуйста. Которого я запретил бы? Да. Да-да-да-да-да. Да я сейчас всем запретил мультики, кроме тех рисованных, которые раньше были, люди с душой. Рисовали каждую фигурку, каждый этот жест. И это было видно, что труд, и воспитывался ребенок на этом, понимаете, там... Спасибо, спасибо большое, да. И прекрасно пригвоздили нас сообщением из Ульяновской области. Имейте совесть, поколение, выросшее на советских мультфильмах, развалило великую страну. Как вам вот такое сообщение? Человек о чем-то другом подумал в этот момент. Да-да-да, что-то нюхнул не того. Вы уже знаете... Смотрите, совсем выбили нас из состояния равновесия сообщение вот из Ставропольского края. Поэтому и живем все в стране дураков. А народ ленивое... Ну, извините, вот прямая речь от человека. Вы же пишите, читайте, читайте. Ленивое быдло. Вот. Вот и все. Потому что смотрели советские мультфильмы, в которых мы уже вот как раз минут 20 назад вспоминали, как раз и пропагандировалась лень, да, если не говорите о мультфильмах там о каком-то коте... Значит, о Леопольде, либо о Волке и Зайце. Пожалуйста, вот несколько смс-сообщений. Значит, внуку 10 сейчас смотрит «Закрытая школа». Раньше смотрел «Смешарики», очень любит «Лунтика» и «Аладдина». Дочке 1,8 подсела на Машу и Медведя Гумибера. Вот даже не представляю, что это. Гумбер, может. Гумбер, да. Очень помогает, успокаивает, когда плачет. «Лунтик» — это психоделическое оружие в 389 серий. Наш герой мой Дадыр, чтоб чиновников отмыл. Да, у меня два сына, 4-5 лет, оба за хлеб смотрят мультики «Хия Медзаки», они добрые с моральными. Тут я подписываюсь, это выдающийся режиссер, но таких людей мало. Смотрите, товарищи, знаете, мы кого забыли, а это один из самых выдающихся мультфильмов, признанный во всем мире, однозначно, «Ежик в тумане». «Ежик в тумане». «Ежик в тумане» — это взрослое кино, на самом деле, оно не совсем детское. Оно абсолютно не детское, но дело в том, что, видимо, чтобы сделать эту прививку со взрослым, иногда по кадрам надо приучать к этой эстетике, потому что он действительно обо всем. Сам Медзаки, кстати, Хия Медзаки, говорил о Норштене, хотя ему 70 лет, Медзаки. Величайший. Величайший. «Ты мой учитель, поздравляю тебя с днём рождения» и всё такое. Вот из Калининградской области напоминают, что есть такая серия мультфильмов «Винкск», но это вот куклы вот такие. Девушки, девушки там такие. Если его не смотреть, а слушать, то озвучка, вероятнее всего, взята с фильма для взрослых. Вот, посмотрите, что показывают на ТНТ из Смоленской области, напоминают «Губку Боб» и так далее. Но я, честно говоря, вообще считаю, что это вот прям не то, чтобы запретить надо, а сжечь даже исходники все. Ну, потому что даже не то, чтобы смысл этих мультфильмов не понять, но даже сама эстетика, как это прорисовано, это всё настолько зло, мне кажется, да, вот, ну, в отношении ребёнка. Уроды, уроды, просто, да, и ты, получается, покажешь своему ребёнку уродов. И ребёнок привыкает смотреть на уродов. Забыли отличный мультик, этот, Винни-Пух. Винни-Пух, да, но не наша сказка. Сказка не наша. Сказка не наша. Ну, смотри, как интересно, сказка не наша, а герой, а герой, супер наш стал герой, потому что Леонов грандиозно его, во-первых, дублировал, и вообще всё потрясающе. Вот, пожалуйста, вам слияние, если говорить о том, что надо своих, ну, 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 вот, Карлсон, тоже наш абсолютно чувак. Ну, наш же ведь, а он абсолютно русский, с этим пропеллером, с этим голосом грандиозным, да, звонок. Да, Оля у нас есть, я так понимаю. Оля, здравствуй, алло. Оля, добрый день, 30 лет, из Казани, есть ли дети, Оль? Да, мне 35 лет, у меня 2 детей, один старше 15 лет ему, он уже сейчас смотрит только исключительно фильмы, но Гарри Поттера тоже очень обожает, вот. А младшему 3,5, он очень любит Леопольда, просто в восторге от него все серии, вот. И, соответственно, смотрит в основном нашему фильмы. Ну, я хотела сказать по поводу сказок детских, которым призывает вот и Астахов вернуться, и Нургалиев. Просто перечитав детские сказки, те же самые «Муха-цокотуха», где там паук зубы точит, и комар на всем скаку голову срубает пауку, и «Красная шапочка», на которых вот, ну, как бы мы воспитывались. Там тоже охотник спал брюхо волку, встает оттуда там бабушку с этой «Красной шапочкой». И перечитав эти сказки, я очень ужаснулась, потому что в детстве, как бы, я не задумывалась об этом, а вот во взрослом уже начинаешь думать, и такие ужасы там написаны. И тараканища тот же самый, да, маршат. Таракань, кстати, страшная сказка, да. Бармалии страшные, между прочим. Очень страшные, очень страшные сказки, на которых вот воспитывалась я, да, в детстве. И, как бы, возвращаться к этому, не знаю, стоит или не стоит. А наш герой, наш герой, кто герой в нашей стране? Ну, вообще, вообще, раньше, ну, как бы, русский герой, это всегда был Иван Дурак во всех сказках. Вот. Который потом превращался в Ивана Царевича. А вот сейчас... Ну, не надо проводить никаких аналогий сейчас. Слушайте, и только после того, как он лягушку поцеловал, она стала прекрасной девицей, и все за него делала. Ложись спать, ни о чем не думай, все, забей, не парься, да, вот так вот видеть было. Да, есть у нас еще... То есть Иван Дурак, он был всегда Иван Дурак, то есть ничего не делал, все само-самого к нему в руки шло. Да халява, да, да. И ничего, никакого усилия никогда не превращался. Из-за него все дела женщина. Женщина, да. Спасибо вам огромное. Да, есть еще Анатолий, 32 года у нас. Толя, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, друзья. Да. Да, я бы немножко по-другому сказал. Надо вернуть не советские мультики, а старые мультики. Дело в том, что вот я рос на мультиках советских в 90-е годы, когда появился Дисней на телевидении. Вот Утина История, прекрасный мультик, Чиппи Дэйл, Спешат на помощь, прекрасный мультик. Это настолько добрые, яркие, красочные мультики, которые я с удовольствием вот пересматриваю сейчас записи. А товарищу Нургалееву я бы посоветовал вывести на рынок, например, героев для дядю Степу. То есть сейчас есть хорошие мультики. Опять же, Маша и Медведи. Но вот Рустам Иванович сам прекрасно знает, что мультики без бизнеса вывести на рынок очень сложно. И вот взять товарищу Нургалееву, придумать целую серию про дядю Степу, выпустить там книжки, выпустить эти ручки. Дядя Степа-полицай. Да, да. Теперь полицейский будет. Вот ужас-то в чем. Не поймут, про что речь. Боюсь, Боюсь, Никита Сергеевна против. И будет это у нас герой. А по поводу того, что запретить, запретить нужно все, где есть насилие. А не мы. Только когда достал герой автомат, пулемет, все. До свидоса. Надо сразу мультик прекращать. Понятно, спасибо. Слушайте, кстати говоря, мысль прозвучала вполне такая... Здравая. Ну, не просто здравая, универсальная. Смотри, действительно, есть же прекрасный мультик. Умно Бэмби. Вот я когда первый раз увидел Бэмби, у меня мама там в иллюзиону отвела. Я вообще поверить даже не мог, что это такое. Это такая прелесть. То есть мы не должны противопоставлять, как мне кажется, наши и не наши, а просто плохое. Плохое, которое создано сейчас, да? И тогда создано. Просто плохое. Послушайте, мы всегда делимся. Но, грубо говоря, всегда есть шедевры, есть шлак. Что мы действительно шлак? Собираем шлак. Просто шлака, мне кажется, сейчас настолько много, что просто невозможно прикинуть даже. Если об этом говорит министр, но он намекнул, он кому-то же обращается. Это что, чтобы полететь? К нам! Кому? Коту Леопольду такое ощущение, что он обращается. Ну, мы же услышали, вот мы уже услышали, товарищ инвалид услышал, сказал, что действительно собрать шлак, нет, если мы хотим другое общество, давайте шлак этот отгрузим куда-то в другое место. Есть же шлаковые отходы. А будем воспитывать... Канал «Дважды два», например. Пожалуйста, вот специальный канал. Трижды три и четырежды четыре. Да-да-да-да.